Купил себе мясо, а я её чего-то купил, ждёшь тут, нормально всё. Будем кататься, будем кататься. Будем кататься. Пап, тебя тоже на лошадь походим. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дом! Пап, давай! Можно я её забыл? А-а-а! Миша! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вот так и называют, значит конюк у нас приходит утром, лошадей кормим три раза в день, утром, в обед и вечером. Что лошади сделают наши? Они стоят и над нами смеются. Почему? А почему они смеются? Потому что конюк ведет стену на себе, тащит лошади, а лошадь стоит и смеется. Каждый лошадь заходит конюк, берет ее за низу, ставит ее, я там выведу лошадей, не жеребцов, на развязки, почистит ее полностью, вывозит навоз, заводит опил, и что ей хорошо, весело три раза поела, стоит улыбаться. Это только у нас такое. У нас, значит, в Кировской области сейчас осталась одна госконюшня, была Кировская госконюшня с ипподромом, вы, наверное, там бывали, да? И Налинская госконюшня. Кировская конюшня ликвидировалась, а мы куда ли бедно живем. Нас два года назад купил акционер, московский, значит, москвич, все акции у нас, 100% акции выкупил и купил у нас. В первое время он нам очень хорошо помогал, год вложил, конечно, нас в долги отдал, все денеки отремонтировал, полы настилил. Сейчас он сказал, если вы хотите жить, живите. Сено мы заготавливаем, вот это вот, идет, вот видите, сено, да? Тюки такие, не рулоны, как вы видали в полях, да? А тюки. Сено мы заготавливаем сами, овес мы берем с колхоза, с колхоза, у нас еще 16 жеребцов, в колхоза, с колхоза стоят жеребцы-производители тяжеловозной породы русской. Для улучшения коня-поголовья. Там как бы тузики-бобики такие, кобылки бегают, да? А наши племенные жеребцы, слушаем, наши племенные жеребцы улучшают, как бы. Каждая лошадь живет, значит, примерно 25 лет. Бритон! Значит, 25 лет, у них, значит, один к трем годам. Примерно 25 лет, умножаем на три, это 75 лет. Точно так же, как человек. Один, значит, вот 20. Ну, мы стараемся, примерно 25 у нас этих дожили, да? Мы никуда не вливаем, мы стараемся поражать татарам. Татарочки кто-нибудь тут есть? Татары? Плохо. А что, я бы рассказала, это интересно. Ну, расскажите. Ну, конечно, расскажу. Значит, вот конь стоит, Баглей, да? Смотрите, обратите внимание. Мы, значит, год назад ездили на международную выставку Иппозвера в Санкт-Петербург. Возили мы двух коней. Баглея и Гугенота там. Значит, возили, да? Издержали мы 120 тысяч. Нам ни копейки не вместили нигде, да? Но мы получили диплом, грамоту и помешку комбикорма дали нам в Санкт-Петербурге. Приехали мы в нашу, значит, это самое, в нашу администрацию. Нам, естественно, тоже ни копейки не дали. Приехали в Киров, департамент сельского хозяйства, чтобы для этой Иппозверы сколько-то хотя бы выделили денег. Нет денег в бюджете. Ну, и, значит, наш вот этот конь, Баглей, какой был хороший мальчик. После того, как он съездил в Санкт-Петербург, он на себе возгордился. Что-то я в Питер съездил, дайте я не буду катать твоих девочек. Встанет и может день стоять. Просто стоит. Его и хлыстом пьют, и шенкелем, и всяком. Ну, не хочу ездить и все. Вы же тоже за границу съездите, начинаете себя строить. Что-то я за границей была, а не было. Также и лошади. Мы, значит, также ездили нынче в Татарию на скачки. Что такое скачки, сабантуй. У татар бывает, по телевизору, наверное, бывали. Да, большой, в общем, сабантуй, значит. Мы ездили, жили мы там неделю. Вот жили мы там. Нас, значит, кормили неделю, лошадей кормили. Все. И мы, значит, выступали. Мы, значит, километр 600 скакали, да, это. Мы заняли из 26 лошадей в 8-е и 9-е место. Почему? Сразу говорю. Во-первых, татары уже всю жизнь скачут. Лошади наши первый раз. Наедники наши тоже первый раз, да. Пока они там каля-маля-баля-баля, они уже приняли старт. Наши русские ваньки еще там в конце. И они как приняли, начали в 8-е, 9-е, да. И так и в 8-е, 9-е пришли. Но для первого раза это очень хорошо, как бы, да. А, нынче, вот нынче, сбалтаси, да. И при нас был такой случай, значит, конь бежит, вот этот километр 600, да. И перед финишем за 300 метров он выбегает в толпу и падает. Просто у него, и тут, значит, стоят, значит, в этой катаре, да, все эти машины скорой помощи, все эти ветврачи из Казани, в общем, там очень организовано. Скрывает коня, у него разрыв сердца. Почему, еще раз говорю, разрыв сердца произошел. У них, значит, татари, вначале идет в одной деревне, проходят, потом в другой, в третье, и потом в районе уже. И вот этот конь, частный конь, который стоит 600 тысяч, частная ложь, савалей, сунг, малмутского района. Вот он ему, когда уже увезли, ну, мы уже потом через неделю звоним, да, увезли в Казань, это, всю, на экспертизу, да, а у него обнаружили допинг. Они ему кололи, и у него не вынесло сердце. Что называется? Издевательство, понятно? Но у них, у них свой бизнес, свой бизнес. Также, тихо, год назад, значит, должны быть в Казани были соревнования, и в соревнованиях очень большие камазы, там, призы разыгрываться, да. Деревня Соловусь, Молмышский район, ой, Татария уже, Болтасимский район, председатель похода купил за полтора миллиона, за полтора миллиона чистокровно вертовую лошадь, что такое, которая скачет верхом. И ночью, значит, в следующий день надо им было ехать, да, и они обнаруживают коня мертвого. Они, значит, ему при вскрытии обнаружили у него глисинный яд, отравили. С тех пор, значит, да, там, везде, где камеры навешаны, на Татарии уже. Ну, потому что знали, что этот тройку купили за границей, или где-то его в Франции, по-моему, покупали, да, и, в общем, и отравили этого коня. Был случай, когда у нас 25 лет назад, мы поехали, значит, у нас была русская тройка, которая занесена в Лигу рекордов Гиннесса. И мировой рекорд никто не может установить жеребцом Сибиряк. Минута 59, это километр 600, как-то, да. И нам, мы, значит, на ипподроме в Москве подкладывают, подкладывают в кормушку 40 иголок. Вместе с овцом, да, он съедает овес, 40 иголок оставляют. С тех пор все наедники, все тренера, все беретеры, все жокеи, кто бы там ни был, едет с конем, и он спит или здесь, рядом с дневником, да, или вот здесь, просто-напросто в дневнике. Лошадь человека не тронет. Также у нас был, значит, еще раз случай один. Лет 18 примерно назад, у нас, значит, коню будет пьяный. Лошади пьянку вообще не будут, да, и он полез к нему, вот, зашел и полез. А джеребец, не кобыла, джеребец, джеребцом очень опасно. И он заходит, и начинает пьянить, и он, значит, откусывает куса от руку. Куса от руку, как будто жиле, да, у него, значит, все, а то персыхает, а кто виноват, пьяный не ходи, все расписано, тебе сказано русским языком, пьяному не ходи, ты день сходил, два сходил, он, ему не нравится это, все такое. Так же вот руки, ни в коем случае, вот так нельзя словать, ни в коем случае. Это может, это, раз, и отпустить. Так, немного отвлекли, кстати, да, вот это. Вот на такой породе. Вот так. Вот смотрите, там была, значит, донская порода, а вот это немножко, видите, другая, это буденовская порода. Видите, у него мать гнедая. Темная, да, темная гнедая, да. Есть, значит, мать гнедая, рыжая, чалая, бурая, каранковая, запрашая, много вот ней. Это жагитовки. Что такое жагитовка? Это, значит, в цирке лошадь выступает, да, и под лошадью трюки делают. Вот этот наш конь. Кто хочет приобрести вот этот конец, значит, да, пожалуйста, приезжайте ко мне. Я вот завтра продам. А где у нас гнедовки, как в цирке? Они, значит, выступали первый раз в Самаре, в Самаре, да, они купили, были в Кирове, да, в Кирове. Сейчас они выступали в Самаре, сейчас они уже переехали в Болгоград. И наш конь, как бы, вот этот грэм, а у меня-то как, рты закрыли, а у меня-то как душа радуется, да, наш конь, посмотри, как делал, на это, выступал в цирке, посмотрите. Также мы вам тоже можем продать для выездки, для конкура, кто уходит, если... Какой конкур? Конкур, это, значит, выездка, это, которого лошади, танцуют, да, танцуют, да, а конкур препятствия прыгают. 100, 200, да, в общем, вот это конкур. И, значит, пожалуйста, кто-то интересован, 150 торг уместен. Тысяч, да? Тысяч. Ага. Сколько? 150. Так, соболька. Так, и приезжай! Это рабочая лошадь. Вот видите, девочки, вот девочки, вот эти у нас все занимаются, да, приходят, чистят лошадь, берут, значит, в одну руку скрепницу, да, лошадь выводят на развязки, вот это называется развязки. Вот, видите, вот это недоуздок, вот ставят лошадь, каждую лошадь ставят на развязки, чистят ее полностью, вначале скрепится, потом щеткой, а потом уже сядь лавит. Ну, что им не смеяться, да, они стоят и смеются еще. Я бы так пожила, а то нервы только у вас с вами, я уже сколько вымотала. Во-первых, вы задержались, во-вторых, вы кричите. Ни в коем случае к лошади нельзя подходить к заду. Вот так, да? Вот так, нельзя. Вот я могу пройти, вам трепутся так, что от вас ничего не остаётся. Всегда обходят лошади в переду. А он в переду? В переду она не может. Я относила копыта здесь, копыта здесь, копыта здесь и копыта здесь. Всякое было, да? Когда она может так ударить, что, в общем, вот это русское, ничего не останется от вас. Лошади, они очень умные, но они вот так же лошадь наказывают в течение трех секунд. Если она что-то сделала тебе, да, ей надо ударить её сразу, вот, например, за три секунды, что, вот как ребёнка, он там что-то, ну, вот как, выбрать что-нибудь у родителей, сделать, а сразу, а потом через полчаса проходит. Мама, ты за что меня? Так же и лошадь. На всех конюшках, на всех гипподромах, на всех консоводах держит козлов. Видите, он пахнет? Нет. Да, 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 да. Я такой, фу, как козлом пахнет. У меня нос привык, для меня он всем не пахнет. Вот для чего и дедушка козлова, чтобы один пахнет, да, вот такой зверёк, ласка, вот, да, вот такой. Я сама его всего один раз видела. Я работаю здесь 28 лет, да, видела всего один раз вот этот зверёк. И на всех гипподромах, на всех консоводах держит вот этих козлов, чтобы не было вот этой ласки. Вот это, так, слушаем, потом вам фотографируется. А он ещё на зверюк встаёт. Вот это значит, зверёк. Он ночью, ночью, как бы, к лоске идёт, да, и начинает её щипать, и начинает вот эти гриву, как бы, вот она, как косички ей шлисти. Вот он чистит ей по всему этому, и она беспокоится. И вот когда вот этот, вот этот вот запах козла есть, да, вот, когда этот запах, да, ласки не бывает. Этот у нас Степан хороший, до этого у нас был ясно такой горный, как козёл, вот такие рога, да. И вот такие ребята, дикатолы, вот, как вы, вездики, я же вижу, это, приезжали и приходили и дразнили его. И он так не любил вот этих детей, да, у нас здесь есть здесь садик, вот мы его год назад в это зарезали. И значит, он умудрялся, или кто-то его отвязывал, он уходил, уходил, летом, не зимой, летом, уходил и идёт к садику. Идёт к садику и сидит там, какого хрена вы надо мной издевали, сейчас я вас тут не пущу. И родители уже стали звонить нам, как бы, да, звонить. Глава администрации раз пришёл, два пришла, говорит, так, Алисина Юрьевна, или я тебе в трассу, ты убирай своего козла. А ласка-то какую цель преследует, когда беспокоит лошадь, она ищет. Вот она щиплит, она... А зачем? Ну вот такой зверёк, косички, вот плеча, и вот эти вот, и кривые, и хвоста, вот это. Ну у нас всё равно у нас есть вот эта ласка. И вот, и вот, когда вот этого запаха, да, последний, вот тут вот мне этого козла зарезали. И вот так, вот, вот того, того, значит, мы его покупали, да, а этот уже местный. Вот тут у нас есть два козлёнка, можете взять и открыть, они там внесут, там ещё рисоточка. А, ладно. А? А если шаруга, ты лисишь, это было? А зачем нам? Надо лисеть, кормить. А нет, а мы же его покупаем, он же выходит, он же выходит, запускать, за всё в сайте. Правильно. �� Как든 я обидел? — Чистите его на, конечно. — Надо быvoть. — Рога, я бы сломал. — Прямо всем. — Я не переехал. А в городе можно его отбилить, надо. — Да, вот как он такой. — Я не могу, а что это такое? — Ну, я не могу. — Ну, не пахнет, на суток. — Господи, вы, баба. — Да, вот смотрите, вот все. — Потом, ребята, суток, давайте. — Сульха! — Аккуратно. — Сульха. — Проходим сюда. Я расскажу, потому что я разрешу кормить. Знаете, как все будут? Вот смотрите, ребята, потехи. Деньги! Ну-ка вернулись быстро и слушаем. Потехи тебе запасно слить. Я захожу в дедник. Вот смотрите. Стоим на месте. Захожу в дедник, да? Отвлекаю лошадь. Отвлекаю лошадь, да? Она с головой стояла ко мне. Открываю дедник полном. Беру правой рукой, с левой стороны сзади на урта. Вывожу ее, вывожу. Они сзади на урту. Вывожу. Ставлю на развязку. И вот там, там, да, ставлю на развязку. Чище. Чище получу. Вот видите, это орловская расиста порода. Орловская расиста порода, это которая лошадь. Началка, бегают, ты видишь? Видали, я рассказала, но у нас раньше-то было, сейчас, конечно, и когда я работаю туда, было, значит, теми-то на урту. У нас было, вот здесь, наконец-то, 40 и 30, у нас за лицо стояли бы, это, походу, походу, походу. Но сейчас, мы раньше были, конечно, и сзади, я буду на поверсчете. Вот, смотрите, она была, это не белая лошадь, да, это серая. Светло-серая. Это светло-серая лошадь. Это светло-серая лошадь. Видите, она уже старая. Ей как бы, на 15 лет он нажав на, ей уже больше. Но она у нас сырёбая. Она, знаете, чем вот это орловская лошадь. Вот видите, у неё немножко шея, вот шея побольше, как-то, да, Боля? А что, будете вещать, отмечусь. Нет, нет. Нет, нет. Как же, не будет, вот я вот, что-то, вот, да, как-то помолчите. Вот, смотрите. Они на деревьях хорошо залазят. Я знаю, как велась. Вот, смотрите, шея, да, вот у этой орловской, да, у нее шея, видите, как бы подлиннее, чем вот у седровозов. Вот эта орловская, но она была высшая, она уже старенькая, она уже каких-то снизу, ну, как бабушки. И она была серая такая, как яблоко, она прямо переливалась. Да, она, так, была, она светло-серая, как было, как бы, да, серая, а белая, нет, именно белая лошадь, вот эта, выглянула у нас от старости, как бы, да, ну, уже сюда лошадь, не было, да, но она у нас порожная такая, вот это, давайте, вот, сейчас, может, сейчас, может, кто-то может хоть сфотографироваться, встать с этой стороны, вот так, и я пойду, мы можем взять эту породу. Так, кормим не с перчатками, кормим с ладони, с ладони, кормим, да, нечего кормить, да, кормим, 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 к итак а и в 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 на протоколе даже не только на этот год для того чтобы не было я его приобретаю я не могу вас попросить фотографируйте как надо было вам аккаунт старые руки на новом году Ребята, фотографируйтесь, я держу. Ну-ка, Полина, погоди, Полина. Вот они меня уже так, будут сайты. Там фотографируют деньги. Полина, давай быстрее покажу. Дай покажу. Ну чего там с собой? Ребята, сейчас, ребята, сейчас все равно. Ребята, сейчас все равно. Давайте, я сейчас пятку в порогу расскажу. Отойди, вот смотрите. Все, фотографируйтесь, давай. У нее, значит, ремень черный, ноги черные. Что такое ремень? Сейчас я покажу. Ноги, значит, ноги черные, грива черная. И под феней идет по середине такой черный ремень. Вот это, именно вот это чистая, вязкая порога. Вот так. Вот спокойные. Они очень спокойные. Они что, удавные. Вот так вот, тусы, да, вот через месяц, я вот так уже спокойно. А чем он стоит у меня? Когда зарабатывать? Или какая? Деньги приплатят? Да нет. Не деньги, хотя бы я лед. Лед в лице. 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 Турья. Лед в лице. Лед в лице. Деньги. Лед в лице. Лед в лице. Лед в лице. Ребята, не кричи. и иди, чучело на-на-на-на вот подождите, дядя, ребята, закроете низ поприми прими что ты? они, они всегда такие укрямые вот смотрите, ребята, вот вот если вы видите, да, видите, это мать соврасая, там рыжие, чалые, днедые, вороны серые, да, а вот эта чалая мать вот видите, у него грива черная ноги черные да, хвост, хвост черный и посередине Вики идет черный ремень, видите вот, вот это чисто вязка порода, вот это чисто вязка порода она, я еще раз говорю не прикосновила ни к чему, они очень спокойные, они, не знаю, не противные не вредные, на нем, знаете, девочки у меня тоже катаются летом потом у нас с Минчей, кот стоял, да он тоже заехал под сезлом и он был в кафоне, как бы, да у него сто процентов выжаревки сколько он кобыл покрыл, только от него уже ребята и получились да, так же мы, значит, два раза в год даем кровь даем кровь в огни все поведено, научим исследовать скриво, для чего подтверждаем, что действительно семенная лошадь и, значит, даем кровь это, вот сейчас, выжили, наверное идет у нас в районе бешенства в бешенство в нашем районе, да вот, был такой случай в Урлунском районе недавно, где-то нас вызывали ко главе, умерла девочка 4 года скушила собаку собака заразилась от листы и, в общем, ну, у нас тут нас, значит, всех собрали, да, руководители всех коров, в общем, ну, все, все, как позололи от бешенства, да и вот, они все привиты, вот у нас тут кругом свал, кругом свал, да эти вещи, значит, ходят тут под пол, да, и как бы разносчики, собаки порезали просто их, да, пришли человека порезали, и все, если они не привиты от бешенства, вот ну, у нас, и у нас есть собака за чтена и бэтик, да и котик чучик и у нас они все привиты и от, и от плохо, значит два раза берем кровь от сипирку, сап, и нам вот эти очень полезные все и, значит, вот сейчас от бешенства сберем, вот все это вводим в институт сканеводства вовник вначале сюда везем в баклабораторию, да потом скира в баклабораторию, а потом вот сюда везем, для подтверждения, что она действительно племена область, ни кена не воровано также, вот вы видели, наверное, на донской породе там, на буденовской, есть тавро такое белое, видели, да это как бы клеймо на спине, на спине это для чего, так тихо, потом я выйду в левого, хоть орите там за орите для чего это делают, это подтверждает что действительно племенная лошадь действительно, и она родился, вот с Дабуни же они рожаются, да там, и там пишется, значит девятый, например, комзавод, да и под каким она, семнадцатая родила это же ребенок, пятнадцатый как бы, да но у нас, это значит выжигает, ребята выжигает минус двести градусов азота, холода вот прикладываем, значит вот номер такой есть, да прикладываем, например, номер, да и вот этот двести градусов, вот минус двести градусов азота выжигает, то есть, вот, но делают в станке это, то есть, не так в станок заводят, да, а для ребят автоматически травмят, а раньше делали вот еще, как бы, для цыган цыгане родители, да, горячим, конечно минус двести, холодный, минус двести гауссов, холода это, а раньше делали это цыгане, в основном, раньше вообще ворвали лошадей, да, был у нас в этого случая пять лет назад украли тащих лошадей трех деревни в основном проходе мимо выстрела проезжали и, значит, и тут же выстрелы их обнаружили по следу и цыгане украли, и привязали в дерево в дерево, естественно, вот и паузы. И вот обнаружили, что они действительно были по этим, по этим, по этим кремокам, было вот раньше так но мы сейчас не делаем, нет у нас отсюда, мы видели, не видели вот это, все увидели, да вот видите, у нас тут у него есть как-то необычное, да, и переливаться вот, но они сейчас все лошади меняют видите, у них есть такой голос, да а вот летом, они вот в июне, когда мы приедем в июне, они вот такие лапки, чистые девочки у нас, значит, есть лошади, это, наши конюшенские лошади но это и есть мои лошади, они они, не дай бог, что Алексея Юрьевна мою лошадь отдали, я не знаю никому, кому сказала, дать быстро дать, показаться, нет, не дам порой дверь, чуть не ревут это, а ты у нас поры со мной, а что со мной с поры со мной, сами видите, бесполезно это я и сама знаю вот это вот, видите, вот вязка порода, а сейчас мы, так, пойдем красиво и отходим нет, нет, не роняйте я потом, значит, будем кормить потом знаете, я помню, ребят, какой человек на взводка там, да, поднимите руки готовы, и ходите, види, гавы, я короче, все, ладно, это хорошо а вот сейчас сейчас давайте в начале вот так и так далее я не могу вот так как аааа а а потому что а потом будем кормить в этот предполагает да как же оправданного предприятия особенно я вот смотрите я взяла лошадь видите какие у них такие добрые вот смотрите у них все глаза добрые да вот когда был сквозьничий я должна девочкой 20 лет работать на понятии все девочки надо мной смеются издеваются как бы все молодая отца сверху у нас заболела давай я это не видела это не представляет что такое я знаю что это когда я повожу ее на место я беру вот так лошадь она положила мне голову на плечи у нее слезы после ручья помпока была у нее слезы после ручья ручьем просто-напросто я тут не вытекала когда это все бросила и ушла они очень чувствуют даже мы вот когда продаем лошадей продаем лошадей они вот это чувствуют что мы их будем продавать где не совсем пай мальчики и пай девочки становятся они где не кисти в это не затрыли они чувствуют только не продавайте и чувствуют они кому продают эти хорошие руки конечно ради бога да а если там татарами они прям вот вообще они меняются вообще вот такие идеальные становятся а что здесь да хорошо правильно у нас и м м м к м м м в этот раз и в этот раз как я могу понять что я не могу это не было в этом году великий в москве в м в м в м я не могу как я помогал подсказывать и менять Делайте. Так, друг в друга. Ребята! Иса! Идем, значит, Масик делает. Масик делает, что делает. Один готов? И другой не тот. Остаживать будет. По-своему, вы сейчас все как-то не знаете. Масик делает. Масик да идет. Так. В рукавице сняли. В рукавице сняли. Все, штуки убрали. Давай, убиты. Не успокаивай. Ахомит单! Ох, дай, не успокаивай! Ахомитään! Ох, иди! Ох, иди! Ох, иди! Ох, иди! Оставься, Бобя, перейти давай ногу. Ха-ха-ха-ха-ха, я пришел. Гзвинь. Не за ногу опускай. Тут она najмошна. Накар, ты. Только так она не вмерла. И держимся, то он не смешивается. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 я не хочу я не хочу я не хочу ну вот теперь у нас дома не хочу а если бы у нас было побольше денег ведь мы бы приезжали сюда летом учиться кататься да и да да и вот на здесь да ну и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok